У нас сегодня очень волнительный день. Не часто у нас такие события происходят. В канун даты, Дня памяти и скорби, мы принимаем дар, просто бесценный подарок для музея. Очень трогательно. Дело в том, что это целый семейный архив. Это письма с фронта погибшего воина. И Сидоров Валерий Васильевич сохранил эти письма, которые бережно хранила сначала мама, потом передала ему. И очень трогательно, что люди оказывают такое доверие нашему музею, что эти семейные реликвии потом переходят сюда. И в надежде на то, что на основе этих письмах мы будем воспитывать нашу молодежь. Мне, конечно, хотелось задать несколько вопросов самому Валерию Васильевичу. Валерий Васильевич, вы мне, пожалуйста, скажите, каким образом эти письма вы сохранили? Я знаю, что ваш папа погиб в 42-м году. В 42-м году, 18 сентября. Сколько вам было лет? Мне лет было, 18 дней, когда мы взяли на фронт. 18 дней? 18 дней. То есть вы вообще, конечно, вы не знаете, только по рассказам мамы. Только мать. И мама хранила всю жизнь эти письма, да? Мать хранила всю эту жизнь. Всю свою жизнь хранила все вот это, оно было дорого. Так, шкатулка-то была. И к этой шкатулке даже дети не прикасались. Мы другой раз возьмем письма, перечитаем дома и обратно, аккуратненько, всегда аккуратненько обратно. Скажите, сколько детей было в вашей семье? Четверо. То есть вы были самый маленький, да? Я самый маленький был, да. Мне было 18 дней и через два года, собственно, все-таки все маленькие. То есть мама с маленькими детками осталась одна, с четырьмя семьей, да? А где вы жили в этом роде? Енисейский, город Енисейск. Сибирь. Сибирь. Ясно. То есть отца оттуда призывали, да? Оттуда прямо, да. А письма, вот я смотрю, у вас здесь даже есть извещение, да? Это, это, ага, это расчетный лист. Это с фронта отец писал, что вы могли получать пособление. Это был такой у нас документ, что письмо и пишет солдатик, что я вам отправляю деньги и по аттестату вы будете получать. Так вот, это и есть расчетный лист, когда военнослужащие помогали своим семьям и отправляли деньги. Отец после школы, сразу его взяли в школу. В Красноярске учился в школе, потом, значит, в Новосибирске. Ну, хорошо. Закончил школу офицеров, стал младшим лейтенантом, приехал на фронт, в Оролище. И там его назначили командиром в Оролище. Командир в Оролище. Это молодой младший лейтенант, всегда впереди, всегда за Родину вперед. А какие слова подняты? А может быть, вы процитируете несколько слов из этих писем? Потому что, давайте скажем, что здесь 21 письмо, 22 письма. Они бережно разделены на 41 и 42 год. До момента гибели Арса. Прочитайте и процитируйте несколько строк из писем. Я смотрю, оно настолько зачитано, прям вот, до потертости, как много раз вы его читали. Здесь, например, написано. Сейчас идет бой. Маленькая передышка. Это здесь написано так. Самолеты крутятся, вертятся, фашистские самолеты, бомбят. Вот. Если останусь жив, напишу. Нет, знайте, что я погиб за нашу советскую, любимую Родину. Вот это слова, вот эти, прямо здесь, так это писано. Патриотизм и сила, сила, с какой силой, с какой силой любили люди эту Родину и защищали. И отдавали свою жизнь. Жизнь отдавали свою жизнь, да. Для того, чтобы мы сегодня могли жить, воспитывать детей. И вот это как, скажем, назидание нашим потомкам, чтобы сохранились эти письма. Спасибо вам огромное. Мы сделаем все для того, чтобы память о вашем отце была сохранена. Мы увеличим фотографию. И, естественно, что это будет 22 урока мужества. Это каждое письмо будет урока мужества для наших юных мальчегостей, для того и для того они будут в музее. Спасибо. Это будет еще поколение. Да, ну, денежно мы потом это все пересделаем, может быть, копии. Вот, потому что сегодня, к сожалению, уже найти подлинные письма трудно, сложно. Но в нашем музее уже было около 50 писем. И теперь вот это будет, просто вот, целая настоящая коллекция. Почему такую семейную и очень ценную реликвию вы не оставили для своих внуков и передали в музее? Музей снимет копии, копии будут в музее, а письма я передал внуков. А насколько это важно, вот такие вещи хранить? Это бесценно. Для души, для себя это бесценно. Это платформа жизни. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok